В последнее время мы все чаще слышим о том, что страны БРИКС хотят создать новую валюту, чтобы уменьшить зависимость от доллара и его влияние на экономику. В этом видео мы разберемся, сможет ли БРИКС действительно предложить реальную замену доллару и почему именно они смогут поменять мировую экономику. Меня зовут Кумар Мухаммедзианов, давайте начинать. Итак, что такое БРИКС? БРИКС это сокращенное от Брэзил, Раша, Индия, Чайна, Сауф-Америка. Это межгосударственное объединение, союз теперь уже девяти государств. Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. Эта организация, Содружество государств, была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. В основном двухсторонние отношения между странами, которые входят в БРИКС, строятся на основе невмешательства. Равенство и взаимные выгоды. С 2009 года правительство стран БРИКС ежегодно встречается на официальных саммитах. Последний, 15-й саммит состоялся 22-24 августа 2023 года в ЮАР. Помимо саммита, встречи проходят на уровне глав Министерств иностранных дел, министров финансов и других. Надо отметить, что Россия, Китай, Индия и Бразилия входят в десятку крупнейших государств мира и по численности населения, по площади и по валовому внутреннему продукту. Например, общая численность стран БРИКС оценится примерно в 3,5 миллиарда человек, что составляет 43,5% от мирового населения. И члены стран БРИКС неоднократно характеризовались как наиболее быстро растущие крупные страны. Мы уже с вами не раз слышали новости типа Бразилия и Китай заявили об отказе от использования доллара в своих расчетах. До этого такие попытки, хотя и безуспешно, пытались сделать в Ираке, в Ливии и других странах. Видите ли, всем этот доллар уже достаточно поднадоел. Если посмотреть на историю, до доллара по очереди были лидирующими голландский гульден, французский какой-то там луидор, португальский реал, испанский реал, британский фунт. Каждый из них был на вершине признания примерно 100 лет. Доллар на своей вершине находится с 1944 года, то есть уже 80 лет. Сколько же ему осталось? Доллар, кстати, не зря стал резервной валютой многих стран. Во-первых, в 1971 году доллар был жестко привязан к золоту. Во-вторых, он был более стабилен, надежен, что очень важно для международных расчетов. Соединенный Штат Америка при помощи своего доллара создала суперсистему заимствований. То есть предложила миру универсальный долговой инструмент для зарабатывания денег на основе судного процента. При этом они не просто предлагали деньги, но и продавали новейшие технологии для развития. Но рано или поздно, глядя на историю, любой лидер задает позиции. Особенно глядя на США и на ее наглейшую внешнюю политику. Которая сегодня состоит в том, чтобы печатать все больше и больше необеспеченных денег и покупать реальные активы в других странах. Настоящие паразиты. Все бы ничего, но долларов напечатано столько, что все начали понимать, что не может такая валюта быть резервной. И что все страны продают реальные твердые активы свои в виде бизнесов, товаров, недвижимости за какую-то резаную бумагу, которая еще и дешевеет от инфляции. Нужна другая резервная валюта. Какая? Например, единая валюта БРИКС. Но ради справедливости надо сказать, что ни страны БРИКС, ни одна другая страна полностью не может отказаться от доллара при расчетах. Просто пока это невозможно. Китай, Бразилия, Россия, Индия это страны, которые живут фантазиями пока об отказе доллара. Это страны, у которых есть серьезные проблемы в экономиках. Даже показатель объема их валового внутреннего продукта не есть показатель их конкурентоспособности. Критериях торговли, инвестиций, технологий они все-таки уступают Соединенным Штатам Америки. Например, лидером по валовому внутреннему продукту в середине прошлого века была Япония. А резервной валютой в то время был, да, правильно, доллар. Доллар как мировая резервная валюта появился в принципе не так давно. Но британский фунт до этого был тоже сильной валютой, но не был резервным. Доллар это продукт современной глобальной финансовой системы, которой не было в предыдущих столетиях. Поэтому говорить о судьбе доллара без реформ финансовой системы пока нет смысла. Кстати, тот же Китай со своим огромным ВВП при последнем руководителе Си Цзиньпине последние 10 лет показывает самый низкий рост темпа экономики. Возможно, одной из причин является то, что роль государства в экономике остается достаточно высокой. Мы живем с вами в России, кто-то в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане и прекрасно видим издержки такой экономики, причем в крайних ее проявлениях. Это значит, что ошибки государства будут очень сильно и пагубно влиять на экономику. Теоретически можно представить, что страны БРИКС могут выбрать единую валюту расчетов, составить формулу конвертации одной валюты в единой и начать этим пользоваться. Но не так-то все просто, как кажется. Вот Китай и Бразилия начали торговать друг с другом на сумму 150 миллиардов долларов в год. Россия договорилась с Индией торговать в рупиях. Торговля Китая с Россией резко увеличилась с момента СВО. Саудовская Аравия отказалась продавать свою нефть только за доллары. Неужели это начало конца так надоевшего всем доллара? Несмотря на динамичный рост экономик БРИКС, доллар пока остается лидером в международных расчетах. И составляет около 60% всех сделок. И его доля в резервах стран, что тоже немаловажный показатель, находится на уровне 62%. То есть у стран, кроме США, в валютных резервах доллар 62%, евро 20%, японская иена 5,7%, фунт 4,4% и китайская иена всего лишь 2%. Поэтому о крахе доллара говорить рановато. Все верят и используют доллар, как бы он им и не нравился. Кстати, если вы задумывались о том, в чем же можно хранить свои накопления, кроме доллара, то мы с моей командой уже с 2019 года строим онлайн школу инвестиций и бизнеса по шариату, которые прошли более 2000 учеников по всему миру и получили самый полный набор информации и инструментов для успешного халяля инвестирования. Это уже настоящее сообщество мусульман инвесторов. Ссылку на нашу школу я оставлю в описании под этим видео. Присоединяйтесь, пока открыт доступ. Я лично думаю, что страны БРИКС действительно мечтают о создании собственной валюты для расчетов между собой. О большей независимости от США, от Великобритании, колонизаторов всех времен и народов. Но как они планируют это сделать? Окей, давайте решили, что будем торговать завтрашнего дня не в долларах, а в нашей валюте. Но первая проблема. Торговый баланс между странами БРИКС очень несбалансированный. То есть между двумя торгующими странами импорт и экспорт далеко не равны. Например, мы России продаем в Индию нефть, а покупаем у них трактора. Через некоторое время у нас в стране будет столько индийских тракторов, что наша тракторная промышленность просто загнется. Во-вторых, рупия индийская является неконвертируемой валютой, в отличие от рубля, который был конвертируемый до 2022 года. Получается, чтобы получать огромные суммы в рупиях, та еще задачка, куда потом ее девать? Приходится на бирже где-то в Дели, в Индии менять ее на дирхамы, реалы, потом на доллары и опять эти же доллары завозить в страну. И поэтому валюта БРИКС вроде бы всем участникам нужна, чтобы огородить себя от таких же санкций, которые получила Российская Федерация, до этого Иран. В принципе, завтра могут любого забанить, но пока реально технической возможности по разным причинам нет. Но надо отметить, что в союз БРИКС вступают все новые и новые страны. Эмираты, Иран, Египет, Эфиопия, Королевство Саудовская Аравия тоже планируют в БРИКС. И это хорошая причина, чтобы в итоге сбалансировать торговые обороты между странами, экспортерами углеводородов. И в этом случае Индия и Китай, крупные импортеры, то есть потребители нефти и газа, тогда смогут спокойно рассчитываться за свои национальные валюты, рассчитываться с экспортерами энергоресурсов. Ведь именно нефть является одной из причин могущества этого самого доллара. По факту доллар нефтью и подкреплен. Сейчас на один баррель нефти приходится 9 баррелей в виде производных финансовых инструментов, фьючерсов, опционов, которые торгуются на американских биржах. И если перенести эту торговлю в страну БРИКС, то как раз и можно привязать всю эту торговлю нефтью к новой валюте. Многие говорят о привязке своей национальной валюты к золоту, но опять же, у каждой страны разное количество запасов золота, его очень сложно добывать, поэтому оно не может быть современным универсальным мерилом для расчетов. Возможно, таким мерилом могла бы стать криптовалюта в виде токенов на какие-то активы, например, к квадратному метру. Как вам идея, кстати? Это, по-моему, была бы вообще огонь идея, если бы смогли государство БРИКС унифицировать свои законы, чтобы любой житель, население стран БРИКС мог покупать от 1 квадратного метра недвижимость в любой стране, которая входит в БРИКС. Получается, надо, чтобы в каждой стране, в разных странах БРИКС приняли эту форму токенизации недвижимости. Но, по всей видимости, это будет еще не скоро, поэтому остается нефть. Да, получается, процесс отказа от доллара не такой простой, как нам кажется, и связан с глобальными переменами. Поэтому этот процесс отказа и движется очень медленно. Сейчас доля долларов в мировой торговле, как мы сказали, около 60%. Согласитесь, это довольно много. И эта доля резко увеличилась после санкций на Российскую Федерацию. А доля расчетов в евро сократилась. Ведь Европа рассчитывала с Россией за газ и нефть именно в евро, а теперь не рассчитывается. Но, с другой стороны, увеличилась доля юаня в международных расчетах, потому что теперь Китай нам поставляет юаня за нефть и газ. Поэтому доля доллара медленно, но все-таки падает. Но этот процесс полного отказа от доллара такими темпами может занять более 100 лет, если не больше. Итак, пока, как бы мы ни хотели, доллар является универсальным мерилом ценности. Если мы говорим 100 долларов, то мы прекрасно понимаем, сколько товаров или услуг мы можем получить в той или иной стране мира. Если же мы говорим 100 рублей или 100 юаней, то надо брать калькулятор и пересчитывать, чтобы понять, сколько это. Мало того, пока вы возьмете 100 рублей и поедете в обменник, чтобы поменять его на доллары, курс рубля может упасть, и вы получите меньше долларов, чем рассчитывали. И поэтому это очень неудобно и более рискованно. Все мы хотим в большей определенности. Вспомните, когда мы с вами собираемся в умру или хадж, нам выставляют счет именно в долларах. 1500 долларов, 5000 долларов. Почему? Почему не рублей? Почему не 150 тысяч рублей или там 500 тысяч рублей? Потому что они хотят быть тоже застрахованными от колебаний курса рубля. Компания, которая у нас собирается отправлять в умру или в хадж. Потому что они боятся, что возьмут цену в рублях и потом не смогут забронировать отель по той цене, по которой планировали. В Мекке или в Медине. Саудиты берут только доллары. Да и не только они, в принципе, все. Поэтому для универсальной валюты очень важно удобство, стабильность и понятность. А так как доллар сейчас 100% выполняет данные функции, то отказ от доллара будет происходить очень долго. Еще одна важная функция доллара это защитный актив. Многие люди при наступлении неопределенности покупают что? Правильно. Либо доллар, либо недвижимость. Чтобы сохранить покупательную способность своих сбережений. Ни акции, ни облигации, ни крипта и никакая там не новая валюта бриксики, а именно доллар или квадратный метр. И это для них спокойнее. Они чувствуют уверенность. И попробуйте особенно взрослому человеку объяснить, почему ему нужно переходить от доллара к бриксикам. На изменение этой парадигмы в вымышлении, наверное, должно пройти 20, 30, может быть 40 лет. И да, например, посмотрите на разговоры даже наших руководителей. Президентов, министров финансов. В разговоре про торговый оборот с Китаем, с Индией. Они ведь говорят цифры в долларах. Почему? Потому что это как раз как минимум удобно и понятно. Все понимают. Так когда же ждать новую валюту брикс? Я, честно говоря, не знаю. Наверное, мало кто об этом догадывается. И сомневаюсь, конечно, что это случится в ближайшее будущее. Ведь у стран брикс очень много внутренних проблем и противоречий. Нужно создавать собственную независимую биржу. Прописывать законодательную базу. Следовать своим же законам. Ничего не замораживать. Создавать ликвидность. Обеспечивать доверие. Сделать популярным свой новый инструмент в виде валюты от мала до велика. А пока что мы берем свою карту Visa или MasterCard. Летим в Турцию. Оплачиваем отель в Лирах. У нас это все конвертируется внутри через доллары или евро. И на этом зарабатывают банки США. Но другого варианта пока нет. Так работает система. Потому что они сделали это удобно. И даже сейчас, когда у нас санкции, у нас не работают карты Visa и MasterCard за рубежом. Мы идем в банк. Покупаем живые доллары или евро. Едем в Таиланд или Египет. Там опять же их обмениваем на местную валюту. Попробуйте поехать с рублями. Я не знаю. И пойти в обменник в банк для того, чтобы поменять на местную валюту. Кто вам ее поменяет. Поэтому надеемся, что новая валюта BRICS будет как раз удобным средством расчета для всех жителей стран BRICS. Иначе пользуются нам еще долго-долго этим долларом до... Ну, вы поняли. А пока индекс доллара стремится вверх. То есть доллар по отношению к другим валютам становится дороже. И если случится очередной финансовый кризис, а он по-моему уже на пороге, то индекс доллара опять вырастет. И лет через 10 мы опять вернемся к разговорам о крахе гегемона. Друзья, обязательно делитесь своим мнением в комментариях, как вы считаете, насколько реально и как быстро может BRICS создать свою новую валюту, которая будет удобна и универсальным средством расчета. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео, поделиться с друзьями. Я надеюсь, что вы смотрите другие мои видео на канале для того, чтобы стать финансово грамотным и лучше разбираться в финансах и инвестициях. До встречи на канале. Всего доброго. Ассалам алейкум.